Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Уже стал доброй традицией в начале месяца заглядывать в хрустальный шар, можно сказать, глазами астропсихолога Натальи Бушуровой и давать прогнозы на то, каким сложится этот месяц в астрологическом плане. И сегодняшний день не исключение. Наталья с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. С началом зимы. Да. Здравствуйте. И у вас также. Насколько я понимаю, многие какие-то вещи из ноября перетекают плавно в декабрь. Мы в прошлый раз как раз говорили о том, что вот эти тенденции, они не оборвутся с выпадением первого снега и с приходом зимы. И что-то вот из ноября все-таки продлятся тенденции еще долго. Ну, это вообще взаимосвязь известная. Вчера мы закладываем наше сегодня. А сегодня закладываем наше завтра. И эта взаимосвязь, она бесконечна. Так, в общем-то, и в астрологии, и везде, и всегда. Да, ну что, будем продолжать? Что декабрь? Ну, вы обратили внимание, насколько внимательно мы ловим ваши слова, что на месяц даже запоминаем сказанное вами? Сложно с вами, ведь потом от ответственности не уйдешь. Да, у нас все ходы записаны. Ну, и это тоже. Я-то, конечно, намекал, что вы нас похвалите. Ну, ладно. Не напросишься с вами на комплимент. Ну, вот расскажите про декабрь. Ну, почему? Почему? Я всегда вами очень дорожу. Я вами очень дорожу. И спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Отлично пообщались, я считаю. Что же, что ждать нам в декабре? Будет ли этот сложный месяц, учитывая все-таки то, что впереди еще рождественские новогодние праздники, и вот на сколько дела пойдут, на сколько сложным он будет? Он будет интересным. Мое любимое слово, всегда, когда я говорю о прогнозах, я всегда люблю использовать слово интересный. Интересность заключается в том, что, во-первых, нас ждет солнечное затмение 4 декабря. Помните, мы в коридоре. Это вот то самое продолжение событий, начало которым мы заложили, положили в ноябре месяце. В ноябре у нас было лунное затмение, теперь у нас 4 декабря солнечное затмение. Это тот самый коридор затмений, в котором мы сейчас в данный момент находимся. Соответственно, начало месяца у нас на убывающей фазе Луны, последние 3 дня убывающей фазы Луны, еще и в коридоре затмений, это такой очень активный период чистки. Вычищаем все ненужное, изжившее себя, нас тормозящее, разрушающее и так далее, и так далее. Потому что 4-го у нас солнечное затмение, как всегда, на новолунии. Соответственно, мы запускаем новый лунный месяц. Но это не простой, обычный, стандартный, заурядный лунный месяц. Это лунный месяц на затмении. Соответственно, события солнечного затмения в коридоре затмения мы закладываем на ближайшие, здесь барабанная дробь, 18,5 лет. Ответственность, однако. Вот это действительно сегодня закладываем, завтра. И даже, я бы сказал, послезавтра. Такой проломбированный. Не каждый может смотреть, цитируя известную политику. То есть, получается, если про фокал, то 18,5 лет не будет счастья. Ну, что же вы так сразу пессимистично? Мы сразу уточняем. Наша работа, как работников СМИ, уточнять информацию, верифицировать. Факт-чекинг. Вот это сейчас и происходит. Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, поясните. В астрологии такого не бывает. Никто нас не бросает. Из этих планетарных поддержки мы не лишимся. То есть, да, какое-то... Ну, мы же, понимаете, это же не в одночасье происходит. То есть, вот сегодня, нет, там, 4 декабря я сел закладывать фундамент на ближайшие 18,5 лет. И вот если я его неправильно положила, то всё, в общем-то, все последующие 18,5 лет я буду жить в страшных муках и терзаниях. Ну, конечно, это не так. То есть, это запуск нового цикла. И это строительство, оно продолжительное. И будут ещё дополнительные какие-то помощники планетарные в виде переговоров, аспектов так называемых, которые будут вносить свои коррективы в процесс нашего строительства. То есть, нас никто не бросит. Ну, это уже хорошо. Приятно слышать, да, действительно, хоть какая-то поддержка. Ответственность. Значит, мы уже осознали этого месяца. Что нужно делать для того, чтобы заложить этот прекрасный новый фундамент? Дело обстоит следующим образом. Солнечное затмение состоится в знаке Стрельца. Стрелец у нас товарищ широкий, щедрый. Ему ничего не жалко. Поэтому его рекомендация или рекомендация конкретного солнечного затмения в том, что надо шире смотреть, ширше, навещи. Охват должен быть больше у нас. То есть, не надо на события происходящие, на предложения, которые нам поступают, смотреть вот так вот узенько. Надо больший охват иметь. Но здесь такое интересное сочетание. С одной стороны, смотрите, шире говорят нам и оптимистичнее, потому что Стрелец-то огненный знак, и он не любит пессимистов. Да, ой, всё плохо. С другой стороны, здесь ещё идёт поддержка такой планеты, как Сатурн. И он даёт нам возможность вот этот свой оптимизм и широкий охват направлять очень конкретно и точно в цель. Главное, эту цель определить. Поэтому смотрим шире, оптимистичнее, но уже с какой-то целью конкретной. То есть, не просто так я такой вот лучезарный, всеохватывающий, всеобъемлю, моющий. Но у меня есть какая-то конкретная цель. Зачем мне это нужно? Этот оптимизм и этот охват. Поэтому давайте определим цели. Кстати говоря, вообще декабрь месяц – хороший месяц, хороший период для тех, кто любит писать план на предстоящий год. Прекрасный для этого месяц. Поэтому, в принципе, уже начиная с солнечного затмения, можно брать большой красивый лист бумаги и структурно, поэтапно писать план на 2022. То есть, как заработать миллион долларов? Бизнес-план. Бизнес-план. Четко структурированный бизнес-план. И концу года. А может быть и не только бизнес-план, но и любовный план, и общественный план. Какие там еще могут быть планы? Любые. Для каких, кстати, вещей благоприятен декабрь? Для деловых, для личных, для общественной работы? Новые знакомства заводить. Новые налоги вводить. Значит, во-первых, определяем цель, главную, да, и пишем структурный план, как мы до этой цели будем добираться. Для этого, раз, благоприятен декабрь. Два, поскольку у нас в декабре Венера 19-го числа становится ретроградной, то нам нужно бы, хорошо бы, успеть решить все дела венерианские до ее ретроградности, до 19-го декабря. А это деньги, а это любовь, а это вообще партнерство. Потому что, когда она станет ретроградной с 19-го декабря и до конца января, это будет период пересмотра всех правил установок в отношениях в бизнес-союзах. Когда она станет ретроградной, это будет не самое удачное время для регистрации брака, для крупных покупок, для косметических каких-то операций, тоже таких серьёзных. Лучше воздержаться в период ретроградности Венеры. А пока она директная, пока она прямая, как раз-таки вот сейчас можно сделать хорошие покупки. Ну, не прямо сейчас, давайте дождёмся солнечного затмения, пусть чуть-чуть эти энергии накала спадут, и тогда уже можно будет, особенно, когда Меркурий войдёт в козерога. А когда это? А это произойдёт 13-го декабря. Ой, слушайте, тут получается тогда узенький такой прямо с 13-го по 19-е, да? Вот если мы расшифровываем. И здесь ещё вопрос у меня назрел. Совпадёт ли это с периодом рождественских скидок? Благоприятное время для крупных покупок. Ну, очевидно, всё-таки это же как раз-таки перед Рождеством. Рождеством? Да, скорее после Нового года. Что там после Нового года? А, это уже январь. Это мы уже в январе встретимся. Это я уже. Я уже, видишь, я уже заложил фундамент на будущее. Пусть не на 18 лет, на 18 дней хотя бы. Главное, не заложил фундамент дома где-нибудь. Наталья. В банке, да. Вернёмся. Да, вернёмся к вашим прогнозам. Так что там с этим узким коридором выгодных покупок? С 13 по 19 декабря? Особенно благоприятный. 19 убираем, вот с 13 по 18. Особенно благоприятный. Почему? Потому что Меркурий будет в Козероге с 13 декабря. То есть мы в мыслях своих тоже будем очень такими здравыми, чёткими, конкретными. Опять же, Меркурий будет в Козероге с 13 декабря. Здесь нужно очень будет следить за тем, что мы озвучиваем. Да мы и особо не будем словоохотливыми. То есть до 13 декабря Меркурий у нас стрельцовский, огненный. Мы в словах своих очень яркие, пышные. Мы преувеличиваем, преукрашиваем, многообещаем. Такие красноречивые очень. Когда Меркурий 13 декабря войдёт в знак Козерога, мы будем говорить или нам рекомендуют, скажем так, говорить конкретно по делу, по сути вопроса. Не выплёскивать, не расплёскивать. И ещё. Козерог – это территория ответственности. Поэтому всё, что мы наобещали, пока Меркурий был в стрельце, до 13 декабря, теперь за это нужно будет ответить. Ну, то есть назвался груздем до 13 декабря, после 13 декабря, будь добр, пожалуйста, предъяви соответствующий диплом или сертификат, заверенный печатью, что ты действительно являешься груздем. И полезай в кузов. Да, за рождественский базарчик отвечай. Кстати, про рождественские базарчики и прочее рождественское настроение. Ну, вот считается, что декабрь – такой рождественский месяц чудес. Соответствует ли это астрологической реальности? Можно ли будет расслабиться, выдохнуть и насладиться праздничной атмосферой? Расслабиться можно будет. У нас планета Нептун, отвечающая за расслабление, уже вот как раз с первого сегодняшнего дня она принимает стационарное положение, и с 6 декабря она возвращается к прямому движению. Поэтому расслабиться можно полностью уже с начала декабря, но главное – под влиянием Нептуна в знаке Рыб не расслабиться настолько, чтобы к реальности уже не вернуться никогда. Поскольку Нептун у нас с одной стороны, да, это планета расслабления, расслабление, отдыха, неги, творчество, вдохновение, это муза, это сны, мечты, искусство. Но при этом Нептун, а у всего есть две стороны, то Нептун – это алкоголь, это наркотики, это полный уход от реальности, нежелание нести ответственность и так далее. Поэтому главное – не расслабиться настолько, чтобы потом не захотелось вообще вставать из кровати. Это первое. По поводу чудес. На Рождество, наше вот, которое ближайшее, скажем так, 24 числа у нас случится точный аспект вновь, он уже был в этом году дважды и будет ещё возвращаться к точному значению, но аспект – диалог, переговоры планетарные между планетой Сатурном и планетой Ураном. Под влиянием этих переговоров планетарных мы живём весь 2021 год и будем жить практически весь следующий год. Это очень важный аспект, благодаря которому, под влиянием которого фактически происходит сейчас то, что происходит, то, что мы с вами наблюдаем. Это крупнейшие реформы, это противостояние. Сатурн – это порядок, закон, власть, руководство, руководители, это традиции, это стагнация, это что-то сложившееся, старое и очень глубоко укоренившееся. Уран – это анархия, революция, новая, инновации, переворот. И вот эти две планеты между собой серьёзно конфликтуют в 2021 и большую часть 2022 года. Точный аспект очередной – 24 декабря. Поэтому вблизи этого аспекта, вблизи 24, 23, 24, 25, 22, 26 давайте будем деликатнее по отношению друг к другу, потому что одно дело – это опять большие страны и государства и какие-то геополитические, экономические процессы. Это тоже, конечно, затронуть может основательно, вновь качнуть серьёзным образом. Но это ведь на бытовом уровне в наших личных межчеловеческих отношениях может серьёзно отыграться конфликтами, нежеланием слышать друг друга, какой-то борьбой, не навязывайте мне конфликт отцов и детей. Вот всё тоже старое, с тем же новым воюет. Кстати, предыдущая квадратура похожая, ну то есть между теми же планетами, только находясь, они ровно поменялись местами, Уран тогда был в Водолее, а Сатурн был в знаке Тельца. Была в 2000 году, в 99-е и 2000-е. И из крупных событий, которые, например, сразу приходят на ум того периода, если вы помните, то в 2000 году на президентский пост был избран впервые Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот о эпохальных таких событиях под влиянием подобных аспектов можно ещё много, конечно, просмотреть, что было ещё раньше и ещё. Но я так просто вам намекаю, какие реформы нас ждут. И ещё, это планеты так называемые высшие, они не формируют маленькие события здесь и сейчас. Они формируют крупные события, которые будут иметь продолжительный такой разворот, такое долгое продолжение. Но опять же, на примере того же президента России мы видим, как надолго это может произойти. То есть можно ждать каких-то глобальных событий, которые будут иметь долговременный эффект. Да, да. И это тоже не едино, вот не здесь и сейчас только. То есть мы живём в процессе этих перемен, формирование нового. Конечно, мы сопротивляемся. Нам не нравится. У нас есть по Сатурну сложившиеся традиции. Я не хочу этого вашего нового времени. Мне не нужны эти ваши новые порядки. Верните, как было до пандемии, пожалуй. Ой, это правда. Ну так ведь и есть. Большинство же сейчас вот как раз об этом говорит, а можно, пожалуйста, вот так, как было? Не можно. Ну не будет так уже. Вот так точно не будет. Потому что сейчас глобально меняется мировой уклад, уклад жизни. Другие будут порядки, другой сценарий. Но из позитивного. К концу месяца всё-таки про чудеса, Александр. Юпитер, планета удачи, расширения, новых возможностей, меняет знак. Она входит в знак рыб, где она будет иметь максимальную силу. И на целый год. И будет, по счастью, в 2022 году делать два очень благоприятных аспекта, два диалога очень благоприятных к крупным планетам, которые тоже отвечают за перемены. К тому же Урану и к Плутону. Поэтому в 2022 году нас будут ожидать, я сейчас чуть-чуть забегаю вперёд, но мы сейчас уже это формируем. Вот эти перемены, они будут иметь возможность пройти по более мягкому сценарию. Юпитер действительно может принести чудеса. Чудеса какие? Что достаточной части людей надоест вот это противостояние, эта борьба и этот конфликт, и люди начнут искать и находить альтернативные пути ухода вот от такой напряжённой ситуации, как сейчас. Что бы это ни значило. Ну, на самом деле, о чём может идти речь? Альтернативные пути ухода от того, что происходит. Наталья, расшифруйте. Бога ради расшифруйте. Нептуна ради, Урана ради расшифруйте. Другой интернет, альтернативное телевидение, другое государство с другим правительством, но другие выборы, осуществляемые по-другому. В 22-м году, кстати, парламентские выборы. Да, ну, кстати, да. Может быть, обновление какое-то произойдёт. Огромное спасибо, Наталья. Спасибо. Во-первых, за прогноз. Во-вторых, за то, что вы вообще в принципе соглашаетесь раз в месяц с нами встречаться и рассказывать о том, что нас ждёт. Это прекрасно. Не будем же нарушать традицию. Обязательно встретимся через непродолжительный месяц снова и поговорим уже о 22-м году. Но главный вывод, который я сделал из вот этой беседы, что вскоре всё поменяется. Многие найдут какие-то альтернативные вещи, даже там страну, может быть, для себя, отношения, работу и так далее и тому подобное. Стабильным останется два таких столпа. Это Радио Болтком и портал Микс Ньюс ЛВ. Наталья, огромное спасибо. Хорошего дня. Мы прощаемся с вами. Радио Болтком продолжает свою работу. Хорошего снежного дня. Радио Болтком